Верхняя Волга Ведь если человек находится на своем месте, значит работает с максимальным качеством Понимая все это, правительство Тверской области с весны уходящего года запустило пилотный проект по профориентации В нем принял участие целый ряд известных предприятий региона В список наших предприятий и партнеров вошли такие организации, как Метавр, Аксенчер, Альфа, ДКС, Парета Принт, Люксупак, Волжский пек и Тверская швейная фабрика Где мы собственно сегодня находимся и от лица министерства я с удовольствием приглашаю новое предприятие Это одна из последних экскурсий в уходящем году прошла на Тверской швейной фабрике Это современное производство, которое относительно недавно переехало в новые корпуса на набережной Лазури Предприятие работает стабильно, заказов хватает, чего не скажешь про кадры Причем это не обязательно чисто женские специальности В раскроенном цехе очень часто работали мужчины, да, но на влажно-тепловой обработке, вот именно на прессах тоже часто очень бывает, что работают мужчины Поэтому у нас не обязательно должен быть женский коллектив, мы приглашаем в том числе и молодых людей для обучения А также, да, это наладчик оборудования, слесарь, ремонтник, это электрики А вот Руслана Серсунбаева заинтересовал именно процесс раскройки, создания костюмов и платьев По словам старшеклассника, он вполне возможно действительно придет работать сюда после школы Но не как наладчик или электрик, а как кутюрье В воображении у меня все в порядке, так что так бы получилось То есть ты себя видишь вполне возможно как будущего кутюрье? Да, скорее всего так Ну тебе это интересно, интересуется, может быть, миром моды? Да, я даже журналы имею в своем распоряжении, ну почти то время от времени Всего с мая нынешнего года в нашей области проведено 52 экскурсии для 870 учеников Из 29 школ Твери и 7 школ Калининского района Губернатор Игорь Руденя дал поручение в 2022 году превратить этот проект из пилотного в постоянный В том числе за счет расширения географии предприятия, а также их профиля